Белка сделала про тебя ролик. Никита Ефремов продаёт паль. Бля, будем смотреть эту хуйню, нет? Я хочу поговорить про скандал вокруг магазина Никиты Ефремова. Вынужден предупредить, что сценарий данного ролика был частично написан ещё до выхода долгожданного разбора Дани Кашина. И направлен он был прежде всего на анализ аргументов в разоблачении Ефремова от некоего гражданина Натуральной аллергии. И знаете что, я несказанно счастлив, что разбор этой ситуации от Дани Кашина вышел раньше моего ролика, так как во многих мыслях мы с ним солидарны. Ооо! А, бля, я сижу нахуй. Ребят, задумался, извиняюсь, задумался, пиздец. Чё-то пригубил немножко, извиняюсь, извиняюсь. Той причиня, что я бы не смог накопать столько же информации, сколько накопал ДК. Однако, за счёт того, что ДК вода гораздо большим отрицетом среди взрослого комьюнити, и у него всё-таки это получилось привнести в массы некую нотку объективности, за что не бесконечный респект. У меня в комментариях сразу от СИД... А нет, это... Да нет, это твоё мнение, только вообще-то доказательств мало, что на него не напали, бля. Тонны безмозговых мартышек с аргументацией из серии «Эээ, продался Ефремова, вот сейчас модно его хейтить, а ты не хейтишь, значит ты продался». Ну, вообще-то... А чё вы смеётесь, когда Дадани Кашин разбор с точно такими же тейками снял более мелкий ютубер, у которого на секундочку 30 тысяч подписчиков, даже его фрагменты начали обвинять в продажности. А уж в моём случае такие обвинения бы посыпались наверняка. Причём вообще непонятно, какой логикой руководствуются эти мартышки. Действительно, вот сидит такой Ефремов на бреховой бочке анализирует, какому бы блогеру отстегнуть, чтобы обелить свою репутацию? А, точно, маразм, ну это тот, который... Сколько миллионов, блядь? Ты чё, ебанолся, откуда у тебя столько, блядь? Чё за хуйня, блядь, накрутил, блядь, чей не... Ебать, он белкой натрёс, ребят. Не, в школьном туалете ведусь. На два с половиной ляма у меня 2,6, нахуй. Ты здоровый, блядь? Тики снимает. Ведь моя аудитория... Ебать, чё за хуйня, блядь. Я думал, ну ты что, двести, может, блядь. Как бы вместе со мной залететь в Гранд Мобайл на октябрь. Залетай, бежать, чтобы окунуть, кто такой Никита Ефремов и что за движуху происходит. Да мы знаем, что такое. Это если прям совсем утрирован и резюмировать всё озвученное в видео. И хоть Даня Кашин уже пошёлся, как он по его первому ролику, всё же со своей стороны его первый ролик я ещё хоть как-то могу понять. Парень на эмоциях... Да, да, я об этом тоже говорил в ролике, что я в своём же ролике и сказал, если ещё можно понять его первый ролик о том, что, да, эмоции, незнание, у меня абсолютно такая же ошибка была. Ошибка, но не... То есть такая же ошибка, когда я на стриме говорил, блядь. Кроссовки в распиаренном. То во втором, да, он начал полный пиздец устраивать, конечно. Я бы не снял ролик, если бы не его второй ролик, честно, блядь. Я хотел о нём упомянуть, но не разъёбывать его, поняли? Сказать, что, ну, блядь, ну, конечно, пиздец он там не проверяет, типа. Ну, такая хуйня. День изолютый оверпрайз, а кроссовки были ненадлежащего качества. А потом я говорю, когда он выпустил второй ролик, всё, нахуй. Вот тогда я начал переписывать. Я ещё, помните, голосовуху записал в Телеграм-канал, где я сказал, всё, наконец-то все выпустили ролики, ну, будет полный пиздец. Потому что я понял, что, типа, ну, вот как я буду хуярить вторую часть, типа. Конечно, я понимаю, что Андрей должен был перед выпуском ролика разобраться в том, что действительно на заводах Nike, Adidas и вообще любых других, даже самых люксовых брендов, производится достаточно много брака. Но также, как уже и сказал ДК, это и камень в огород Никиты Ефремова. Что при таком агрессивном маркетинге, ты, наверное, не смог позаботиться об организации отдела контроля качества. Надо тоже белкой потрясти, блядь, если у меня столько же придёт, блядь. Водской это брак, не заводской. Они пришли в магазин покупать оригинальные кроссы за лютый оверпрайз. И за такую цену они, в принципе, не должны видеть никакого брака. И ты должен это понимать, если ведёшь такой бизнес и позиционируешь себя как образец качества. Что рядовой покупатель... База, база, блядь, пошло. Как бы нам этого не хотелось, но он не будет ни в чём разбираться, а просто смешает тебя с говном за такой косяк. Что меня ещё смутило в первом ролике Ender Maided, это апелляция к отзывам. Тут, опять же, только не знали. Хуена вообще, блядь, да, да, пиздец, моя любимая. Какой-то доказательной базы. Парень решил вставить в свой ролик отзывы других пользователей, причём послушайте формулировку. Поскольку я не записал голос менеджером, давайте посмотрим, что пишут другие люди про хамство. Чтобы вы не... Все мои трусики грязные перенюхают, да, 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 роднульки. Он нашёл шоу-кактусика, блядь. Ребята, шоу-кактусика, блядь. Верили мне на слово. Да, чтобы мы не верили на слово тебе, а при этом поверили всё так же на слово каким-то левым челам из интернета. Ни один из которых к своим отзывам не прикрепил чеки. Чувак, даже мне, когда я один раз в ролике случайно запалил свой личный аккаунт на Авито, тупорылая школота начала строчить отзывы, что я барыжу восстановленными телефонами. И ты хочешь сказать, что такого крупного магазина с таким агрессивным маркетингом... А что-то, а что по поводу... Блядь, очень круто. У меня аж мандраж, отвечай, круто. Конкурентов, которые будут качественно накручивать негативные отзывы? Нет, может быть, они и настоящие, никто не знает. Но это уж точно не то, к чему нужно апеллировать, когда снимаешь разоблачающее видео. Как я уже и сказал, первый его ролик я ещё хоть как-то могу понять... Блядь, я не могу, я тебе только об этом думаю, блядь, да как это... Как это из головы выкинуть, охуенно, блядь. Ведь этот ролик был больше... Блядь, я не могу, я прям счастлив, сука. Вы недовольного и не разбирающегося в теме клиентов. Блядь, кринжа будет, пиздец, блядь, я же... Как мне это смотреть, там же моё ебало будет, блядь. Учитывая то, что у данного блогера даже сейчас 80 с хвостом тысяч подписчиков... Или то, что я правый был, блядь, точно. Он будет рассказывать, что я правый раньше был, точно, блядь. Это будет охуенно. Когда я в 16 лет правым был, блядь, он по-любому про это расскажет. Всего хай. Бля, мощная хуйня, прикиньте. Я уже не ожидал, что данный ролик обретёт какой-либо резонанс. А ты его 16 лет, блядь, 11 лет назад, чё, не помнишь, блядь? Ролик, я ещё упорвал интернет. А многие люди, которые вообще до этого не разбирались. Сейчас-то я левый, да, сейчас я нормальный человек, ребята. Начали интересоваться данной движухой вокруг Ефремова. И вот вроде бы к тебе притянуто огромное внимание. Не накидывай, да блядь, у меня прям, я вот прям предвкушение. У тебя есть возможность выйти на людей, которые разбираются в этой теме. Выйти на каких-то медиек. И почему бы тебе при совокупности всех вышеперечисленных факторов не воспользоваться свалившимися на себя популярностью и не снять следующее видео с разбором своих собственных ошибок и уже с нормальными аргументами в сторону Ефремова. Ведь, как мы убедились из видео Дани Кашина, притянуть его действительно можно. Но при этом сделать это уже с более конкретной доказательной базой и по другим пунктам, нежели продажа паленых кроссовок. Да-да-да, Белочка полностью прав с тобой, ну, солидарен с тобой. И пор так и не доказано. Но что же выбрал наш Андрюша? Он смекнул, что хомячки, которые побежали отменять Ефремова после его первого ролика, наверняка захотят увидеть продолжение банкета с главным героем их любимого сериала. А что это значит? Да чё подсказывать, это всё в интернете есть, чуваки. Отвечай, всё в интернете есть, блядь. Значит, что вместо осмысленного разбора нужно навалить ещё больше травмы и ещё больше интриги. И тут начался настоящий цирк-шиппеток. Другому это назвать, у меня язык не поворачивает. Ну, короче, хули по базе проходим, да? Тут, в принципе, всё понятно. Может, выводы послушаем? Блядь, сука, тоже подел. Ставлю, подождите. Ха-ха-ха, это хорошо, да-да-да. Вот такое я люблю, да, вот так. Да, да-да-да, с дяденькой ты серьёзно разговариваешь, блядь. Кончивая тем, что аргументы ДК действительно чем-то подкреплены, кроме слов, поверь мне, брат. Так что мой личный совет Андрею, как от человека, который прошёл много конфликтов, гораздо более медийным... Андрюша, не слушай его, Андрюша! А-а-а-а-а, Андрюша, делай, делай! Не слушай его, нахуй, да это же Белка, он не особо, ну, соображает, блядь. Это же даже не человек, это Белка, я тебе серьёзно говорю, ну, просто игрушка Белка, блядь. Не слушай, не слушай хуярь, блядь. Это элементарно признать свои предыдущие ошибки и не делать ответы к более крупному блогеру, который, помимо всего прочего, слил тебя по фактам. На этом, я считаю, можно заканчивать. Да-да-да, не-не-не, Андрей, вот эту концовку не слушай, это полная хуйня, что он сказал тебе серьёзно, говорю, делай, делай, блядь.